Смотри, я беру белый с желтым, смешаю, и потом добавляю розовый еще цвет. У меня получается нежно-оранжевый. Начинаем мы здесь с тобой работать середина листа. Да, довольно-таки ярко сразу пишем. И пытаемся смешить точно такой цвет, который у нас перед глазками на картине Айвазовского. Неаполитанский залив. Там путешествовал, ездил по разным странам. А красного? Да, добавляю, конечно, красного. Вот я сейчас как раз буду капельку, видишь, чуть-чуть на кисточку совсем делать, а уже вот розовый цвет поменялся. Чуть-чуть совсем беру краски. Тут много нам не нужно брать ни масла, ни краски. Берем всего по чуть-чуть. Оранжевый. Оранжевый, точно. Я бы даже розоватый, да, сказала, с розовым оттенком. Побольше его беру. И растягиваю краску. Как раз ты меня в начале урока спросил, как тянуть эту краску. Да, чтобы нежные оттенки получились. Вот это мы и будем делать, и добиваться этого. Благодаря тому, что мы будем от начала листа до конца листа рисовать. Вот так вот прям можно заходить на доску, но для этого как раз и есть. Если кисточка перестает рисовать, видишь, у меня сейчас не рисует, значит, либо не хватает масла, либо краски. Много мы с тобой не будем брать масла. Я вот заметила, не как обычно мы акварелью или гуашью рисуем, все время в баночку, там макаем кисточку. Нет, здесь у нас наоборот. Чем меньше ты макаешь, тем лучше. Добавили еще красненького. Вот тут вот сразу такие роза в красные места. Рисуем. И спускаемся вниз. Что ты видишь? Смотри, классный. Какой цвет появляется у нас? Это такой. Ну, как, вот, как это. А этот, это какой? Как ты думаешь, какой я добавила сейчас? О, как, зачем вы так смешали? А я смешала, добавила вот такой вот оттенок. Как ты думаешь, это какой? А мы будем дорожкой? Конечно, от солнца будем рисовать дорожку. И я добавила голубую краску. Вот, прям в этот же желтый цвет. Ты заметил, да? Все мешаем в одной лужице. Я добавляю синий или голубой. У тебя две краски. Да, у меня получается такой зеленоватый оттенок. Если он тебя смущает, то можешь добавить фиолетовый. Например, фиолетовый или розовый. И у тебя получится больше, соответственно, холодного цвета. Вот так вот, фиолетовый, голубой. И здесь, соответственно, мы пишем уже более темно. Не обращая внимания, что здесь черный цвет. Видишь, распечатываю. Фринтер черный цвет такой. Некрасивый. На самом деле, это просто картина, она чуть-чуть попорчена. То есть, вот это, это первая подкладка. Художник рисовал вот под такой коричневой подкладкой. Это называется грязель. Но так как мы с тобой без подкладки рисуем, мы... Подкладка. Подкладка это первый слой. Он взял краску, он коричневую, и коричневой краской нарисовал сначала всю картину. Теперь, по-другому, прям все-все-все коричневой краской рисовал. А потом уже в эту коричневую краску добавлял, когда она подсохла, соответственно, на другие цвета. Вот если мне нужно вымыть кисточку, то я ее мою отряпочку. То есть, я вытираю кисть, сначала маслица нанесла, потом вытираю ее. Смягчить касание. Видишь, у меня здесь резкие касания получились. Возьму-ка я чуть-чуть желтоватого оттенка на кисточку и вот так вот разотру. Вот так вот. Прям сухой кисточкой тру. Раз. Растираю ее. А тут, у вас же там зеленого нет. Не видно, но только оттенок. Зеленого нет. А я потом сверху синеньким перекрашу. Возьму голубую и теперь белую. У меня получается нежный такой оттенок голубой. И этим голубым цветом я рисую вот здесь сверху. Нижний голубой цвет у нас потемнеет, я заметила наверняка. А верхний, соответственно, будет чуть посветнее. То есть, больше белой краски. Нет, зачем же нам карандашом? Когда тут такие масляные краски. У тебя все получится, ты справишься, не переживай. Впереди были дети еще младшего возраста. У них все получилось. Поэтому не думай, что что-то не получится или не выйдет. Все-все выйдет. Все будет очень... Получится. Это же масло. И смотри, если тебе даже что-то через месяц не понравится, ты можешь брать и исправлять эту работу. Можешь через год ее исправлять. Смешиваю фиолетовый. Фиолетовый смешиваю с капелькой синенького, прям чуть-чуть. Или голубой краски, какой тебе больше нравится. Ну, и капельку можно розовую здесь положить отдельно. Смотри. Намечаем горы первым делом. Они не должны быть резкие. Потому что они на дальнем плане. Не должны быть большими. Потому что они, опять же, все, что вдалеке, у нас все становится маленьким. Правильно? Знаешь такой прием, да? В перспективе. Знаешь? Вот, например, руку ты сейчас видишь большая, да? А если я ее дальше отвожу, она становится меньше. Еще? Как нет? Ну вот, смотри, близко прям. Большая рука? Да. А теперь рука? Еще меньше, 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 да? Становится. Ну, как бы она... Да, ты прав. Она не меняется. Она остается все такой же. Но мы видим ее, мы, меньше, нежели она есть на самом деле. Верхушки. Гор делаем более холодными. Это у нас с тобой синий, розовый или через голубую. Смотрим, что нам больше нравится. Две горы самые высокие вершины, правильно? А остальные горы? Тут же целый горный хребет. Обрати внимание, посмотри. Внимательнее на картину. Горный хребет. То есть это много-много гор. Такое есть выражение. Розовый, смотри. Прописываю розовым, прям откровенно розовым. О, внизу. И обрати внимание, художник пишет прозрачно. То есть даже если издалека мы посмотрим сейчас на эту картину, чуть кажется, что она написана акварелью. Потому что в некоторых местах Айвазовский писал. В протирку. То есть прозрачно, по-другому говоря. Снизу розовеньким, да? Сверху голубеньким больше. Снизу прям розовый-розовый там появляется цвет. Наверное, как это увидел. А может быть холст? Да. Вот вы иди далее. Холстик, у меня был свой. Смягчаю чуть-чуть касание пальчиком. Ну, в принципе, это не обязательно. Можно кисточкой смягчить. Ну, мне просто пальчиком удобнее. И еще где у нас горы? Заметил? На рисунке. Вот с этой стороны выглядывать там. Видишь? Светлые-светлые, прозрачные. Это самые прозрачные горы. Крайлиста мы их не пишем. Они растворяются. Далее нам с тобой нужно намешать фиолетовый цвет волны. Это все те же краски. Голубая. Вот они, вот эти волны. Все и тут. Голубая. И фиолетовая. Очень удобно писать по бумаге. Розовый также добавляем туда. Можно капельку желтого добавить. И будет такой красивый, теплый, нежный оттенок. Тоненько-тоненько. Это очень удобно по бумаге, чем то, что она хорошо себя впитывает. Можно взять картонку, например. И пишем волночки. Смотри внимательно, как я их пишу. Не отвлекайся сейчас. Прописываю их слева направо, сверху вниз, но не соединяю. То есть мы пишем, как будто дрожащей рукой, чтобы у нас рябь была. Смягчаю сразу резкие касания. Где мне не нравится, вот можно краску вытереть даже рукой сначала. Пока она не впиталась в наш волос. Также намечаем, где у нас деление волны и неба будет. Вот в этом месте. Разделяться будет. Немножко посветлее. Сейчас напишу. Для этого кисточку просто вытеру. Салфетку. Лишняя краска с нее уйдет. Что еще хочется нарисовать внизу, где волны? Скажи, что мне не хватает еще? Дорожки. Да, точно. Солнечный. С каких цветов будем рисовать ее и солнышко? Теплый и желтый. Правильно. А желтую какую краску будем? Холодную лимонку использовать или теплую? Кладмей и оранжевую. Теплую. Теплую точно. А посмотри внимательно на солнце. Какое солнышко ты видишь? Тепленькое или холодненькое? Тепленькое. Тепленькое, да? А вот я вижу, что вокруг солнышка место тепленькое. Это право. А само солнце, это пятнышко. Прям присмотрись к нему. Оно через лимонку написано. Лимонный цвет у нас холодный. Как писать солнце? Мою кисточку первым делом очень хорошо. Беру много-много глинию. И туда добавляю лимонный цвет. Как лимонка. И пишу солнце. Вот в этом месте. Оно у нас ядь будет. Яркое довольно-таки получается. Картины можно потом домарным лаком будет прокрыть. Напоминаю. И где у нас матовое изображение, на стане глянцево. Чем-чем покрыть? Домарный лак называется. По-другому лак для масляной живописи. То есть, например, пришел в магазин какой-нибудь художественный и говоришь, мне нужно масляную картину покрыть. И тебе дадут сразу же этот лак, который подходит. Он называется домарный. Почему он так называется? Это смола такая. Ну что, он высохнет? Еще нет. Через неделю где-то высохнет. Прям через неделю уже можно прокрывать лаком. То есть, ты что, я тут буду сидеть и ждать целую неделю? Ты дома будешь ждать этого. И здесь чуть-чуть розоватый цвет. Все, начинай. А, давай я тебе сразу покажу, как сделать корабль. Хорошо? И ты сразу все тогда сделаешь. Для корабля какие краски будем использовать? Вот этот. Коричневый. Правильно. Охра называется. Охра. Да? Охра желтая. Охра. Запомни такой цвет. И немного беленького. Беленького. Правильно. На парусах мы видим белый. Подходит цвет или еще коричневый? Подходит. Подходит. Хорошо. А мы должны как... Вот 3D, как бы там. Прям в точности такой же, да, нужно? Сейчас будем пробовать. Берем, значит, коричневый еще немножко добавляем. С одной стороны у меня свет будет. Со стороны тени. Соответственно, тени здесь. Прям коричневатый. Потом мне понадобится маленькая тонкая кисточка. У нас такая синенькая тут была. Вот такая. Прям видишь, как один волосок. А тебе она тоже понадобится. Да, какие-то вот снасти, видишь, у них. Какой-то. Висят вот эти снасти как раз. А как? Да. Вы вот этот возьмете? Да, я могу вот этот взять. Но не сейчас, я чуть попозже буду его использовать. Теперь добавлю желтой краски. Вот здесь вот желтенькая у меня смешается с коричневым. И получится как раз цвет паруса. Добавлю-ка я еще туда теплый оттенок. Это розовый. Формильный цвет. И вот здесь вот прописываю парус. Одинокий. Хотя нет, он не одинокий. Вот здесь, смотри, есть два паруса, да? Большой и маленький. А здесь еще флажок красный. Ты заметил? Нет, это он не одинокий. Посмотри внимательно на ту. А, ну ладно. Да. Вы же его рисуете здесь. Да, все верно. Вы же его здесь рисуете? А надо. Нет, я пока красный флажок еще не рисовал. Сейчас буду рисовать. И здесь второй парус. Красный флажок. И все, и ты начинаешь тоже рисовать. Такую кисточку, которая у меня лежит. У меня есть свой YouTube-канал, на котором у меня выставлены бесплатные уроки по рисованию. Ты можешь тоже родителей своих попросить на этот канал подписаться. И там много-много уроков по рисованию. Мы там все рисуем. И машины, и танки рисовали. Вот 23 февраля. Разные фрукты, овощи, натюрморты. И ты прям дома можешь садиться, брать... Нет. Угу. Паруса теперь рисуй этим же цветом. Ужасно! Дело, ужасно, все хорошо. Да, ну, бери желтую свою кисточку, мешай здесь на палитре. Ухарочку можешь туда добавить. Вторую лодку будешь рисовать? Да. Будешь рисовать вторую? Тогда давай, пора начинать. Пора, пора нам начинать вторую лодку. Пора, пора нам начинать вторую лодку.